всем привет канал bonita parfum снова с вами в эфире обещанный долгожданный обзор третий заключительный по монталь многие комментарии мне твердили о том что скорее продолжает давай народу монталь многим понравился первые два обзора кто-то говорил что не надо монталь я тебя умоляю только не монталь не мучно спрошу вот но все-таки мнение за монталь за продолжение было больше поэтому сегодня я уж обещание привыкла выполнять может быть с опозданием но все же лучше позже чем никогда и начну я незамедлительно с аромата уд лагун который нанесен на блотер сейчас я его буду тестить жизни наверное раз третий или четвертый это один из новых ароматов у монтально как бы это будем так называть его новое поколение монталь если можно так условно вот придумаем с вами такой специальный вот термин называется новое поколение монталь его можно легко вычислить по дизайну это вот такой вот цвет флакона в стиле градиент это название такие уже скажем более незамысловатые не настолько вдумчиво как они были у староделов и так аромат уд лагун он довольно популярный на просторах бывшего снг это почему потому что он сочетает в себе все любимые скажем так нашими женщинами и наверное не только женщинами но ты то есть аромат в меру свежий у нас любят очень свежий аромат и всегда когда говорят посоветуйте мне аромат не сладкий свеженький под вот этими вот таким и загадочным словосочетанием не сладкий свеженький всегда стоит ну не знаю наверно флаконов 500 из разных семейств что а наши соотечественницы имеют ввиду под названием не сладкий свеженький бог знает поэтому у лагун мне кажется это идеальный вариант который удовлетворит вот эти вводные данные повторю не сладкий свеженький в моем понимании парфюманиачным да и наверное в понимании всех членов создательные на фрагрантики свежий аромат это конкретная узкая направленная такая вот серия ароматов которые сочетаются бицитрусовые фужерные ароматы акватику травяно травянистые зеленые какие-то ароматы может быть ароматами льда там вот такое то есть это слишком такое дребезжащие действительно свежие уд лагун совершенно не показывает никакого уда то есть вуд лагун уд вообще не слышен и это хорошо а вот лагун а я думаю что лагуна здесь представлена в виде акватического тропических нот я не буду описывать пирамиду во первых я просто не помню а во вторых аромат звучит цельно здесь не будет никакого например там фрукта маракуйя или кокоса который явно будет разить по и через супской суперами да здесь цельно оформленный аромат он немножечко химозный за счет вот этой вот его свежести акватической рада так ватика дает такую химозность это не страшно вот в целом он просто вот свежий офисный аромат единственное что база у него конечно начинает немножко быть терпкой наверное за счет каких-то тропических компонентов и вот к этой базе конечно нужно присмотреться потому что я бы например не знаю не на каждый бы день на дело будут лагун все-таки он такой для своих собратьев таких вот да вот не кричащих ну такое ярком ваты у него раздувается его звучание вот по мере его расслаивания я не могу ему поставить четкую оценку потому что не любитель подобного плана ароматов но у него еще есть собрат они практически одновременно вышли даже не практически одновременно на работка задумка монталь tropical wood вот tropical wood более сладкий более насыщенный более гурманский более вкусный и больше соответствует нынешним трендом аромата еды в духах вот tropical wood обратите внимание может быть он вам больше будет импонировать уд лагун более задумчивый и более пространный такой вот но в то же время он и не такой сладкий то есть не будет таким приторным следующий аромат как он называется а ванилла кейк чудесное название для аромата от манталь на блотере это просто невероятный взрыв гурманской свежести в кавычках потому что свежесть и гурманика в принципе я думаю несовместимы так вот ванилла кейк пахнет очень ярко очень остро и очень насыщена вкусным ванильным пломбиром таким может быть даже крем-брюле то есть вот такое вот сочетание разных сортов мороженого в одной ложечки и конечно же не забываем про излюбленный аромат сия ну по крайней украина точно это шоколад гриде тоже от манталь думаю вы наслышаны знаете здесь он тоже пробегал и оставил какое-то наследие ванилла кейк то есть до слышатся слышатся вот эти орехово апельсина цедровая и такие вот шоколадные нотки но они лишь здесь на фоне основная тема этого аромата это мороженка в принципе ванилла кейк очень соответствует этому этому название название соответствует аромату что я могу сказать я не могу конечно же порекомендовать этот аромат всем это аромат узконаправлены то есть кто любит гурманские ароматы ваниль шоколад какао подобный карамель пожалуйста вот здесь можно взять сотку и она будет у вас и не знаю на каждый день вряд ли вы будете дышится но на особый случай на когда находится настроение поднять какую-то пасмурную погоду в холод или канала пример сидишь на диете вот одна моя хорошая добрая клиентка она вот когда сидит на диете она покупает гурманские ароматы вот привет ей передаю тет лор вам привет и реально вот этот аромат действительно способен до такой степени усладить вас даже когда вы не принимаете ничего сладкого вовнутрь а еще один аромат из нового поколения мантали это intense cherry кстати у мантали последнее время любимое слово наверное не любимое одно из любимых слов в названиях ароматов слова intense я думаю что мантали так интенсивные ароматы имеет в принципе они с еще intense то вообще кажется ну просто нереально будет стойкость и насыщенность в данном случае мне кажется немножко не совсем прицельно назвали аромат intense cherry интенсивная далее усиленная вишня но она здесь совершенно не усиленная она здесь кстати свеженькая такая не монтальная честно говоря заинтересовала но вишня не такая вишня как например мы привыкли ее встречать в герлин леппетит робнуа и маленькая черная платья там кроме фреш там есть фреш аромату там совсем она не слышно а вот в первых выпусках уда порфу да по фампу до туалет и еще там одна какая-то кутюр по моему там яркая спелая такая прямо текущая вот соком вишня здесь скорее черешенка причем такая черешенка знаете такая белая черешня или на здесь такая один бачок красный второй белый такой сорт то есть но очень такая водянистая но у меня яркий аромат то есть ты узнаешь ее по этому аромату но вкус у нее совершенно не сладкий просто утоляет жажду там жаркий день тут примерно вот intense черри вот так же и звучит с единственная лишь поправочка что к базе она становится очень до более знакомая какая-то люксовая такая мелодия которая до сих пор вот сейчас вот сижу и с болтером не могу понять для того чтобы понять на что она мне похоже может быть это поможет вам чтобы я дала ориентир я позже если вспомню напишу под видео нашлось похоже мне этот аромат на какой из люксов мне это любимый квест вспоминать на какой люкс похож какой-то какой-то нишевый аромат ну надо от этого надо избавляться потому что это мешает воспринимать аромат в том виде каком он есть ну аромат абсолютно я думаю что подойдет абсолютно всем он не навязчивый он вот как раз если узла гун я может быть наверное переборщила в плане того что назвала его ежедневным офисным ароматом скорее всего нет можно его хотя бы через день нужно было чередовать с интенс черри а вот этот аромат мне кажется вообще каждодневный классный он будет настроение поднимать он будет и свежесть какую-то давать такую в течение дня уже очень стойки dance вот и в то же время будет приятный не такой женственный шли кстати если говорить про принадлежность вот кому подойдет аромат обычно я говорю то ванила кейк интенс черри это однозначно женские ароматы я не знаю заявил или монтали они как унисекс я не смотрел фрагрантику но это явно женские ароматы если ванила кейк будет на мужчине но это может быть один из миллиона шанс что вот именно на этом мужчине именно на его коже это будет круто это явно женские то у лагун под вопросом здесь можно разнашивать и мужчинам потому что слово ут все-таки как бы ну веряет меня вот только немножко такой категории унисекс потому что вот он способен любой аромат разделить расчеленить ну хорошем смысле этого слова хотя повторю что здесь я уд вообще не слышу и вот еще один аромат про который я уже сегодня вскоре сказала это tropical wood вы кстати он мне нравится больше несмотря на то что здесь в названии нет слова уд здесь в аромате есть он вот такая вот загадка такой ребус ребус от монталь аромат с названием уд не имеет туда мы по крайней мере звучание здесь насыщенный классный уд и классное сочетание тропических фруктов цветов с удом аромат конечно более популярны чему зла гон так вот по моим наблюдениям по запросам и не мудрено в нем больше яркости в нем больше сексуальности он более вызывающий в хорошем смысле этого слова он более монтальный за счет вот этой вот удовой темы я не знаю что здесь какой цветок в составе но мне кажется теорель что-то подобное то есть или муда вот и здесь и маракуйя вот подсказывают то есть реально вот это вот такое вот сочетание сочности тропиков с удом мне понравилось прикольно конечно надоедливый немножко потому что ну я бы вот двадцатку как раз у меня двадцатка в руках я бы наверное ее бы и приобрела себе очень такой ну скажем так освежает не смысле свежести а в смысле вот как-то бодрит бодрит аромат такой что-то что-то необычное действительно и если их сравнивать с углом он не напоминаю вышли одновременно это наверно унисекс вот tropical вот действительно я бы его на мужчине тоже бы прекрасно представила еще один из моих любимых ароматов но это уже старичок roses elixir я думаю что многие его знают и многие уже знают на него обзоры были смотрели roses elixir это аромат знаете такой вот я сказал даже эпохальный монталь потому что они вышли с roses mask где-то рядышком может быть даже вместе и они шли вот как-то вот знаете вот на опережение кто-то брал первенство какое-то время потом перехватывалась пальма первенства конечно roses mask победитель в любом случае за счет нежности вот это такой вот мускусной сексуальности rose elixir такой братец знаете более классический более начитанный такой такая барышня roses elixir очень молчаливая я бы сказала до схожесть с мисс dior шри есть однозначно есть и если вас когда-либо был аромат мисс dior или мисс dior шри аде парфам в принципе и от и туалет тоже попробуйте розы с elixir он реально вам понравится они похожи на роза elixir в стиле манталь более насыщенный и конечно ему то что так он конечно нет но роза elixir очень представительский такой аромат но при этом не бабский вот такое слово из бабский вот аромат не бабские в нем сочетается все такое вот по чуть-чуть всего самое хорошее и классика и женственность и яркость и мантальность и цветочность вот всего в нем по чуть-чуть единственное что может быть он немножечко будет горчить но напоминаю что тот же его собрат мисс dior шри довольно таки неплохо горчит шиприт даже бы я сказала это очень даже шикого смотрится смотрится слышится соли в декабре вот про этот аромат я не знаю столько мнения было все постоянно вспоминают light blue от дольче габбана чтоб вот эта база одинаковая да действительно как роза elixir похоже на мисс дюр шри так и салил дикапри похож на light blue дольче габбана так это и есть но манталь был бы не манталь если бы он не добавил своего почерка своих чернил не влил бы в эти флаконы конечно ярче конечно жизнерадостнее конечно еще круче чему дольче сладость шкалит вот такого вот оля свежего аромата база у него свежеет немножко но и по мере того как свежеет базу салил дикапри она и приближается к light blue увы не смогла носить этот аромат когда-то давно еще в далекие далекие нулевые я любила light blue первые выпуски они были просто ошеломительно это был взрыв в мире парфюмерии это было что-то новое это было новое слово часто кажется смешно но это было новое слово в парфюмерии кто помнит не даст врать то салил дикапри это такой вот вторая серия вот этого вот такого нового слова и конечно уже не так свежо звучит очень приятно очень вкусно и подойдет этот аромат унисекс больше все-таки склоняюсь к женщинам потому что слишком такой вот он задорный но подойдет он наверное большинству людей кто хочет кто не хочет light blue потому что light blue увы уже далеко не тот который был но и при этом любит какую-то такую вот насыщенную восточную сладость это аромат прекрасно подойдет на подарок тоже подойдет особенно молодой аудитории такой вот очень современной такой подвижной динамичной скорее всего девушки но вы уже смотрите сами как как на душу ляжет и так еще один красавчик это шипр фрут это один из моих любимых старичков это старое поколение от мантарь это действительно образец и шипра несмотря на то что до базы то есть это где-то час он совершенно не шиприт по мере своего раскрытия шершаве становится шершаве шероховать и суши 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 и в конце базы вот такой вот просто вот бьет по голове вот это шипровая терпкость этот пыльность безумно красивая которую добиться очень тяжело вообще в принципе звучание ароматов персик вот эта кожура персика которая дает вот эту фруктовую шипровость хотя не знаю может быть пирамиде и нет этого персика но он однозначно слышен на моей коже великолепно богата очень круто звучит есть схожесть у этого аромата с небольшая схожесть с барбари вуман это первый один такой классический аромат тоже фруктовый шипр от барбари барбари более тонкий аномат такой более выхолощенный то шипр фрут знаете такая вот я не могу сказать что это тяжелая артиллерия нет абсолютно нет но это какая-то такая вот андеграундная артиллерия знаете когда шипр становится шипром лишь к базе это очень интересно потому что как правило мы привыкли знать шипр цветочные шипры кожаные шипры еще какие-то это шипр сразу тебе выливается на голову этот ушат шипра и ты уже стоишь не знаешь будешь ты выносить не будешь выдержишь не выдержишь то шипр фрут очень интересно ведет эту историю на коже вот реально очень интересно увы подобных ароматов у манталь в новом поколении я не видела они сразу раскрывает все свои карты и козыря не прячут на концовочку то шипр фрут все свои козыря козыря вываливают в конце игры когда никто не ждет шикарнейший аромат прекрасный унисекс опять же больше склоняюсь к женщинам но вот насколько интересно будет личность которую вы хотите преподнести этот аромат да насколько она разноплановая насколько она может быть чем-то противоречивая насколько и идеальный подойдет этот аромат сложноват но он того стоит и последний красавчик в нашем обзоре the pure gold тоже старое поколение но для меня это все что старое для меня это наверное тоже возраст для меня это хорошо это классно чистое золото pure gold пахнет тоже прекрасно к базе то же самое фруктовый шипр не знаю может быть меня кто-то исправит потому что шипр в нашем понимании то что такое вот знаете вот шипр одеколон шипр все знают из советского союза что это был такой крышесносный аромат pure gold это тонкий шипр это абрикос из пачули прекрасное сочетание очень тонкая не такой конечно абрикос как в дэм блонд от сэшлютан кто знает там конечно явный яркий абрикос такой прямо кожура сорванная это там мякоть и наружу здесь очень 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 отдаленно может даже курага слышно то есть такой очень тонкий аромат этого какой-то узбекский урюк знаете но здесь основную но то все-таки играет до тонкая такая почульная нота которая создает вот эту шипровость в общем про пьюр гол ты могу говорить долго потому что аромат много разную разношен и увы не могла я вот уносить до конца почему потому что какая-то такая вот помадная немного но там не мешает хотя люблю эти эти компоненты не могу сказать то то есть вот плоттера от лакона я его обонять могу часами вечность могла понять безумно красивый аромат не могу сказать что он сто процентов возрастной но тяготеет все-таки к женщинам более такого скажем почтенного возраста хотя абсолютно не индольный и не бабкин сундук то есть опять же насколько интересно будет личность насколько она будет глубока настолько будет для нее подходящий этот аромат с единственной поправкой что если предыдущий аромат я бы посоветовала вот примерно та категория людей на которую я рассчитываю дату нужно без затеста принципе дарить покупать можно даже брать себе примеряя на себя то последние два аромата это шипер фрут и пьюр голд ароматы для разноса для предварительного затеста только на коже еще раз повторю что они не мантально тяжелые они не восточно давящие они просто сложные счастье у мантали есть такие ароматы я очень рада что они сохранились что могу о них сейчас говорить все поняли уже что я склоняю свою аудиторию к старой гвардии от мантального гвардия меня к сожалению не сильно вдохновляет потому что раскрытие аромата весьма предсказуемо что меня всегда и расстраивает но это не очень такое удачное окончание видео конечно все ароматы от манталь они все прикольные все классные вообще бренд сам вот вы подводя черту всех моих обзоров могу сказать что я рада что я познакомилась с этим брендом бренд меня немножко привел в чувство теперь понимаю что нет предела совершенству и мой прогноз такой что рано или поздно конечно эра манталь закончится и наверное на смену как всегда придешь что-то новое но пока она еще процветает и пока пьер манталь заполоняет нон-стоп наш парфюмерный мир своими новинками я желаю ему всего самого хорошего пусть его вдохновение никогда не покидает и от себя лично пожелаю создателю этих прекрасных ароматов вспомнить старое и выдать это за новое и для маленького примера такой очень скромненькая краткая но очень такой скажем в лучной ремарочки посоветую манталь пьер манталь вспомнить аромат любимый аромат зои это blackwood все же об этом знают кто меня смотрит и задать вопрос прямо в прямом эфире почему аромат blackwood изменился почему он стал другим почему нет этого медового уда этой апельсиновой розы этого богатства этой насыщенности этой терпкой такой горькой сладости которая просто кружит голову почему новый аромат blackwood а также blackwood intense они кстати очень похожи вот у меня сэмпл фирменный сэмпл intense blackwood от манталь это новинка относительно которую я ждала и когда я видел что он выйдет вышел у меня началась просто такая легкая дрожь по телу я понимала что если мой любимый blackwood а еще и intense все я могу уже принципе заканчивать свою карьеру парфоньяка офлаконившись и забыть но не тут-то было аромат претерпел изменения и я это сообщение это мой месседж такой тем кто тоже относится к поклонникам аромата blackwood как я пожалуйста новодельные blackwood и не покупайте без затеста потому что формула претерпела изменения и она увы не улучшилась и ввиду этого вот такая меня скорбь посетила вчера веду этого я прошу и желаю еще раз моему любимому парфюмеру первым таль вспомнить старое вернуть старые традиции пожалуйста очень прошу надеюсь понравился обзор пишите в комментариях все что вы знаете про выше указанные ароматы все что рассказал дополняйте как обычно спрашивайте очень интересно общаться и отвечать на ваши запросы ну что ж манталь закончился ждем новых видео а пока до скорых встреч